Его не убил, это на самом деле Кунки сделало еще хуже, просто потому что когда он заденавился, он на 26 секунд в таверно отлетел вместо 12. Приятно. В целом, для определенного фронтленера, который мог бы выступать гарантом хорошего тимфайта, как раз-таки Эмпайр, значит, вот как раз-таки форсили все файты. То есть, они нападали со своей позиции. Им всегда было проще драться, если они на это. Всем их героям надо держать позицию хорошую, чтобы хоть как-то подраться, а у Эмпайра у тебя персонажи по дефолту делают так, что ты не в позиции. То есть, вакуум, Иксмарка, Глимпс, то есть, все вот эти способности, плюс под Суржом, все, что добегает до Снайпера, ну, тяжело, очень тяжело было тимфайтиться. Кстати, вот это момент, в котором они закинули Эмперцы, ну, отчасти. Просто потому что вот забайтились на этого байна с байбэка. Для СНГ очень хорошо. Ну, да. Стоит отметить игру Дрима. Он в этой игре отыграл очень круто. То есть, если вначале мы могли сказать, что круто перетягивался, когда делал телепорты и помогал там на всех линиях. То есть, это был действительно такой переломный момент вначале для Na'Vi, то, что они смогли преимущество набрать какое-то. Вот, то Дрим очень круто отыграл. Он перемещался по карте здорово, они делали киллы очень хорошо. Убили дровку в лесу, полетел на топ, убил Бэтрайдера. Ну, прям, очень круто перемещался. У нас как раз тимфайт уже с мастером, и они за него вообще ничего не получили с точки зрения строений. Ну, тут они уже... Ну, вот это вот как раз игра, хорошая игра, но только если ты в СНГ катаешь, потому что это, конечно, бредятерами попахивает, то, что они тут делают. Ну, с другой стороны, им всякое бывает. Тут есть здравый смысл. Очень тяжело просто так бить Бараки. Под снайпером, под всеми этими героями. Ну, просто саму драку ты же видишь. Ну, да, сама драка, она просто плохая вышла. Она идея, идея сама, то, что им надо драться, а не пытаться сломать. Потому что таур-демеджа у них немного, объективно. Есть один нюанс просто, если ты находишься в такой позиции, что слайпер стреляет в тебя спонтанно. Это неприятно. Это не очень приятно. Я хотел бы отметить, это то, что потенциально могли бы закомбинить дровку с паком, в плане того, что на 15-м левеле есть дровка покачала талант на отбрасывание гостом. Да, там есть мемный талант. То есть, при том, что пак еще купил Аганим, ну, и у имперцев все герои контактного боя, которые на тебя бегут. То есть, частенько, да, мы видели, что персонажи вражеские, то есть, для Na'Vi, стояли там вместе. Дримкойл стоял хороший, но, как бы, продолжение, оно есть, там, они пихают, пихают урон. Но, вот, если бы была возможность застанить их всех под вот этот самый Дримкойл, было бы круто. То есть, мне кажется, что нецелесообразно здесь вот прокачку вот этих 10-ти Агилы, ну, это очень какой-то слабенький талант для 15-го уровня, я бы так сказал. Ну, да. Но, именно просто, ты его за счету уберешь, потому что мы тут с Яриком общались за кадром, потому что проблема в том, что когда ты ездаешь такой газ, просто герои настолько далеко отталкиваешь, что ты их догнать не можешь потом после этого или бить, да? А здесь под паком это действительно имело вес. Ну, под паком снайпер все равно, скорее всего, будет достреливать до всех, ну, то есть, там, да, это, наверное, можно было бы об этом подумать, но, в любом случае, здесь тяжеловато играть. Я присмотрел на этот пик, и я понимаю, что, чтобы таким пиком выиграть, нужно быть, конечно, богами игры. Ну, не хватает фонтанеров. Не хватает. Ну, да, или... Ты только что назвал, что Na'Vi не богами игры. Ты понимаешь, да, что произошло сейчас? Или ты еще не осознал? Да, я так и сделал. Плюс все-таки пару комбинаций у имперсов получилось сделать, да, вот, статик шторм дезераптора под вакуум, корабль, плюс у дезераптора аганим был в этой игре, что немаловажно. То есть, ну, хорошо все вышло. Дарксир очень сильно, максимально сильно. Вот ты берешь дровку, вроде все под контролем у тебя, ты взял дровку, это как бы считается уже, что у тебя все под контролем. Но Дарксир у противника оказывается, и видишь, какие неприятности. Любой герой становится волком. То есть, волк какой-нибудь, который традиционно хороший против дровки, может добежать, там, выключить ей ультимейт, там, попинать, съесть. Да, тут... Кстати, подставил кристаллайз снайпера. Подставка. Подставка. Ну, это уже, это уже постфактум играет. Ну, да, ну, тут уже мало, что можно было выбивать. И вот этот дар убивать. Бэтрайдера, в итоге они в салат просто выиграли линию. В миде тоже такой был достаточно ровный матчап. Там, интересно было то, что у дровки, у дровки, точнее, у темпларки и лундруида, там, у темпларки было 18-18, у лундруида 14-14 по кс. Но, тем не менее, темпларка, она гораздо быстрее разгоняется. Ну, тут очень большую работу Зайц проделал в начале игры. Вот здесь тоже он, он просто аннигилирует эту дровку. На четвертом уровне, он нагоняет, сейчас вот после этого он убивает еще лундруида, летит на базу и покупает на четверке бэтрайдера, и на восьмой минуте отрвала. Он получается соло? Нормально. Соло отзуйся? Ну, бэддон слабый, герой на линии. Он может именно только против каких-то слабых лейнеров помочь дровке сам по себе. Я говорю, это не спасение просто. Зойц. Абсолютно не спасение. Предполагаемый мой вариант, то, что все, что нужно сделать на нави, для того, чтобы выиграть, это просто подстать хорошо линии. Ну, по факту так и произошло. Ой, как же они тут разваливаются. Нечем, нечем абсолютно Эмпайрон драться. Может быть, стоило... Проблема в Лундруиде была, я считаю. Одна из... То есть, помимо того, что линию, конечно, на Тобе проиграли, Лундруиде ничего не делает. То есть, он не может никак заспейсить вместе с Тайдом, и сразу-то они не могут заспейсить дровки. Ну да, помочь не могут, это проблема, Лундруид, он такой, конечно, парень. Ну вот, это вот темпларка от Мэджикала, ее пикают, и ты такой, уже не можешь половину героя взять, думаешь, чем такое, блядь. Проблема такая глобальная, которая встала перед Нави и могла в итоге стать прям проблемой-проблемой, это Блэкхолл. Вот, этот Блэкхолл, да. Ну нет, Блэкхолл. Но здесь Нави закинули. Закинули, это... Не этот Блэкхолл, конечно, но в будущем Блэкхолла, когда БКВ появился, сбить реально нечем вообще. Ну и как бы, то есть, это, естественно, проблема. Не ровен час, можно подставиться там втроем, где-то в этот Блэкхолл умереть, но тут, опять же, подставиться втроем не так-то и просто, потому что Снайпер стоит далеко, Эмбер прыгун, там, ну, все держат позицию. Тут нет таких героев, которые прям бегут вот толпой, ну, хотя вот сейчас, например, они бежали прям под Блэкхолл. Да. А в остальном-то все, конечно, Нави было под контролем. Ну, Ярослав в общих фразах, как бы, игру объяснил. Я скажу так, что... Есть такой сленг, да, в доте. Сакрифайс. Здесь максимально засакрифайсили Энигму, и это было очень плохим решением, потому что она по игре очень сильно выбилась. У нее самой не было игры, и Санейка курицу в один момент подрезал, и заблочил споты. То есть, он все сделал максимально, чтобы этой Энигме было плохо в этой игре. То есть, они сосредоточились на бот-линии. В итоге, я бы не сказал, что они прямо ее там в хлам выиграли. Да, у Морфа было все хорошо, но Заяц очень крутое решение принял. Он просто пошел, стакал лес себе, выформил, потом выходы в мид. То есть, Снайпер, в принципе, выигрывал мид. Там еще и убивали тех, кто приходил помогать Снайперу. В этой игре, опять же, нет ни фронтлейнера у Эмпайр, нету оффлейнера в принципе, потому что все было очень плохо у Энигмы, так как они поставили вот эту три линию. То есть, возможно, возможно, стоило там как-то, не знаю, Энигму, либо бот поставить, попробовать в претитрепой. Ну, очень сложно в этой ситуации как-то выкрутиться. Но тут не получилось так, что вот они дали старт Морфу, да, а Морф заспейсил Энигме. Тут такого не было. У них два жадных кора, которые выкачивают фарм с карты, при том, что их еще зажимают и активно давят. А где Энигме искать фарм? А где Рубику искать фарм, которая, ну, достаточно жадная четверка? Ну, непонятно. Опять же, говорю, слишком жадно на драфт или Энигма на тройку, ну, тут вышла достаточно провальная. Откровенно говоря, Фринц сомнительный на драфтере. То есть, кто же мешал-то в итоге дать эту Энигму пораньше и сделать так, чтобы она в итоге была стандартной четверкой, чтобы был какой-то нормальный оффлейнер. Никто не мешал, сами себя не мешают, ну, то есть, в общем-то, Эмпарио играет неплохо, то есть, нормально. Они сами себя проигрывают. Да, да, да. Именно на стадии драфта. Вот именно что, это, ну, удивительно. Потому что нормально играют, есть порох в пороховницах, что называется, ничего не боятся, дерутся, там хорошо жмут кнопочки, но с драфтами какая-то проблема. Тем не менее, стоит отдать должное им Нави. Они сейчас действительно и хорошо пикают, и хорошо двигаются по карте, в частности, суппорты. Ну, это... Не считай, первые карты, они на самом деле там на драфте это достаточно странно. Ну, бывает, бывает такое. Бывает. Но, в целом, если как бы сравнивать Нави, которые там были условно месяц, там два назад, то сейчас Нави, благодаря Заяцу, благодаря тому, что, скажем так, пришел новый человек, новое дыхание, атмосфера в команде поменялась, сейчас Нави это ого-го. Ого-го! Ого-го! Мои мальчики! Кстати, уже неоднократно за эту игру вижу, как кто-то, ну, один раз увидел, как Dream, один раз сейчас еще увидел, как кто-то, вроде как, пытается вывлиться из Кенетик Филда при помощи Hurricane Pike. Пофиксили? Может, давно нельзя так сделать? Вот, сам недавно узнал, что давно нельзя так сделать. Но, стоит им сообщить нельзя. Попытка была неплохой. Попытка, да. Попытка была. Как говорится, фишки Неса перестали выходить. Ну, вот и все. В какой-то момент. Кстати, очень тонкий момент. Если бы тут Санейка рядом не оказался, на самом деле. Тут Заяц, кстати, тоже подставил. Ну, как все сделал Санейка, потому что идеальный статик. Морфу тут поплохело немножко. Да, а у Санейки Аканим, что ли, да, видимо, это очень много темеджа там. Санейка просто уровень высокий, по-моему. У него Вестал. У него Вестал был именно. А, Вестал. Понял. Ну да, Вестал и Статик Шторм. Достаточно. Ну, это крепкая рубка. Если мы посмотрим на майбеки, то майбеков не у кого нет вообще. То есть все заюзаны. Итого, эта хавка не 10 на 10, Игра в конце была такой близкой. Ну да. Могли и проиграть, в принципе, на ее. Если бы у Нигмы получилось заблэкколить, у него же ничего не получилось, он так и умер с этим блэкколом. Если бы вышел, может быть, дать хоть блэккол хотя бы.